Всем привет! Вы на канале Я Ловлю Мончало, канале про алкогольные напитки и не только. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен пиву. Это вот такой вот забастый кролик. Я думаю, вы все его видели на полках в магазинах, потому что он довольно-таки часто встречается. Где я его только не видела. И в Окее, и в Ашане, даже в супермаркетах типа алкотеки, а в обычных даже магнитах-пятерочках всегда есть этот кролик. Очень часто люди в комментариях мне пишут, что они не употребляют в большом количестве алкоголь, либо в принципе не пьют. Вы можете мне не поверить, но я тоже не употребляю в большом количестве алкоголь и считаю себя не пьющей. Я дегустирую. И в принципе вы будете правы, если скажете, господи, Саш, да, любой алкаш скажет, что он дегустирует. Но это не так, только хотя бы потому, что все бутылки, которые мы с вами вскрывали, до сих пор еще стоят на полочках. Да, они чуть-чуть скрыты, потому что мы делали коктейли. Я думаю, что в принципе они нам еще пригодятся. Ну а некоторые бутылочки уже перенеслись в квартиру моих родителей. Я думаю, они там тоже с удовольствием продегустировали. По крайней мере, Ром Плантейшн темный мы брали на Новый год к ним. Пару бутылочек вина ушли к моей сестре. Так что важно понимать, что канал Ела Лимончила это не про то, как набухаться. Нет, это канал про историю, про культуру потребления. В конце концов мы всегда говорим, что и не только, и не только значит, что будут также в дальнейшем будущем и сиропы, и бокалы, какие-то техники применения, вообще понятия. Может быть, даже сделаем видеообзор по алкопраздникам. У меня вот, кстати, есть еще необычное хобби, это вот алкоманистика. В общем, мы много не пьем, вам не советуем, но дегустировать и пробовать все-таки что-то стоит. Например, я не очень сильно люблю джинны, но считаю, что хотя бы один мне точно должен понравиться. Я думаю, что это будет какой-нибудь Малфи, потому что они ароматизированные. Ну а сегодня, как уже говорила с Ралли, у нас вот такой вот кролик, это уже другая баночка, это темная пшеничка. Мы их попробуем и посмотрим. Я больше чем уверена, что один хотя бы с четырех нам должен понравиться. Пиво Вольпер Тингер – это линейка относительно недорогих напитков, которые производятся в Германии, но купить их на родине вряд ли получится. Дело в том, что бренд был создан специально для рынка России. Пиво Вольпер Тингер производится на заводе, на месте которого когда-то находилась императорская пивоварня Гайслинген. Своё название Марка получила в честь мифического существа – помеси, зайца, косули и утки, которая, по легенде, обитала в баварских лесах. В начале 18 века эту химеру впервые заметили в лесу на юго-западе Германии, в Шварцвальде, а затем на юго-востоке страны, в баварском лесу. Самок Вольпер Тингера не бывает. Это исключительно самцы, которые охотятся на мелких животных, а также питаются травами, кореньями и злаками. По легенде, заметить животное может только молодая привлекательная женщина, когда на вечерних сумерках в полнолунии доверится настоящему мужчине. Поймать Вольпер Тингера можно только посыпав ему соль на хвост. Но вернемся к пиву. Древний рецепт пива не менялся с 1878 года. Правда, одно время он считался утерянным, но был полностью восстановлен производителем. На дальний момент бренд принадлежит немецкой компании IQ4U. Эта фирма была основана в 1996 году и занимается выпуском минеральной воды и различных напитков. В числе ассортимента этой компании находится и наш Заяц. Яркие емкости с изображением рогатого Заяца встречаются в российских магазинах в двух вариантах – это импортные и отечественные. В России это пиво производится в Калаге, на заводе Эфес. Напиток представляет собой уникальное пенное, которое создается под древнейшей немецкой рецептурой. Основой для пенного выступает только отборное лучшее сырье, которое медленно варится на протяжении 6 недель. Производитель использует родниковую воду, несколько специальных отобранных сортов солода, произрастающего вокруг пивоварни, хмель, а также дрожжи собственного производства. Все пиво варится в соответствии с законом о чистоте немецкого пивоварения, о чем имеется соответствующий знак на упаковке. Кстати, с первой половины 20 века этот исторический документ имеет силу закона на всей территории Германии. Это означает, что для производства используется ячмень, вода, хмель и не более того. Производители пива разливают свои напитки по бутылкам и банкам, объемом 0,5 и 0,45 литра. Все емкости имеют оригинальное оформление и этикетку, на которой изображен мифический зверек. Производители напитка следят за тем, чтобы их продукция демонстрировала не только эталонный привкус, но и безупречный внешний вид. Следовательно, на фирменных банках и бутылках никогда не будет сколов, поврежденных крышек, смазанных тиснений и неровно проклеенных этикеток. Вольпер Дингер Хель – это легкое светлое пиво с питким и свежим вкусом. Оно создано по закону о чистоте пивоварения из натуральных ингредиентов и демонстрирует традиционный вкус и аромат классического немецкого пива. Напиток обладает приятным светлым цветом и густой пенной шапкой. Пиво отлично сочетается с традиционными закусками. Вольпер Дингер Пилс – это традиционный немецкий пилснер, который обладает хорошим балансом милевых и солодовых оттенков во вкусе и аромате. Пиво сварено в соответствии с законом о чистоте пивоварения из натуральных ингредиентов. Пилснер хорошо сочетается как с легкими закусками и снеками, так и с горячими блюдами. Вольпер Дингер Хай Вайс Бир – это удивительно освежающее пшеничное пиво, созданное в соответствии с законом о чистоте пива, исключительно из натуральных ингредиентов. Деликатные нотки дрожжей придают ему мягкость и великолепную фирменную пену, а аромат демонстрирует взрывной букет с яркими тонами цитрусовых фруктов, бананов и сладостей. Вольпер Дингер Хай Вайс Бир Данглс – это темное пшенично-нефильтрованное пиво, созданное в соответствии с законом о чистоте пивоварения, исключительно из натуральных ингредиентов. Напиток демонстрирует высокую шапку плодной пены, а во вкусе – мягкую хмелевую горчинку и фруктово-бряные ноты. Пиво Вольпер Дингер Алкоголь Фри – это лучший способ освежиться, когда нельзя употреблять алкоголь, но очень хочется пива. Это превосходный легкий лагерь, сваренный в соответствии с законом о чистоте и содержащий минимальный процент спирта – менее 0,5. Пиво обладает классическим вкусом и предлагается в банке с фирменным дизайном бренда. Вольпер Тингер Лагер – пиво светло-золотистого цвета, вкус у пива легкий, питкий и освежающий. В аромате пива сплетаются тона светлого солода и травяные нотки хмеля. Пиво хорошо сочетается с пиццей, легкими закусками, снеками, горячими блюдами из рыбы и белого мяса. Первым мы решили попробовать хель. Наливаем пиво в бокал. Оно, кстати, очень сильно пенится, но эта пена быстро куда-то испаряется. В принципе, нет такой, знаете, хорошей стоячей шапки у него. Цвет у пива обычно светло-золотистый. Аромат демонстрирует тона светлого солода, хлеба и трав. Вкус легкий, освежающий, солодовыми оттенками и мягкой такой легенькой горчинкой. Приступаем к дегустации второй баночки и это пилс. По цвету от первого, в принципе, не сильно это и отличаются. Единственное, что здесь более такая упругая пена. В аромате пива ощущается солодовые, хмелевые оттенки. Кус пива легкий и освежающий, с оттенками светлого солода, умеренная хмелевая горчинка и травяные нюансы. Если честно, выбирая между первым и вторым вариантом, я бы все-таки выбрала хель. Он менее горький. Все-таки в пилсе эта горчинка прям чувствуется. Наливаем третью баночку в бокал и это пшеничное светлое. Цвет у пива слегка мутноватый, с оранжевыми орликами, но не прям сильно мутный, как принято у пшенички. А вот аромат меня удивил. Он не такой противный, как обычно бывает у пшенички. Вкус у пива освежающий, насыщенный и мягкий. С удивительными фруктовыми оттенками и тонкими нюансами пряностей. Но посмотрим, чем нас удивит темная пшеничка. По цвету. Темно-медный цвет. В аромате нюансы банана и гвоздики. И также карамель. По вкусу. Пиво демонстрирует бархатистую текстуру, оттенки хлеба, злаков и мягкое послевкусие с горчинкой. Ну что ж, выводы об этом пиве неоднозначны. С одной стороны, за 99 рублей, блин, очень даже ничего так пиво. С другой стороны, естественно, есть намного сорта лучше. В семье, по крайней мере, мнения разделились. Мне лично понравилась самая первая, это синенькая баночка Хель. Также свое личное предпочтение я отдам светлой пшеничке, больше чем темной. Все банки, которые мы сегодня купили, они были именно с Германии, это не Россия. По поводу содержания алкоголя, вы сейчас все видите на своих экранах. Однозначно плохим это пиво я назвать не могу. Но в принципе, камон, за такие смешные деньги грех было не попробовать. 99 рублей за банку с зайцем, очень даже ничего. В общем, дегустируйте, пробуйте. С вами был Yellow Limoncello. Всем пока!